Всем привет! Сегодня я продолжаю записывать небольшие ролики относительно сервисов на Амазоне. Сегодня поговорим в целом, как использовать один из языкового программирования для того, чтобы коммуницировать с сервисами на Амазоне. Я в большинстве случаев работаю с Python, поэтому буду показывать библиотеку Bota 3. Но в принципе, если зайти на документацию AWS, то можно найти похожие библиотеки под другие языки. Вот. Следующая библиотека дает доступ по вашим credentials, которые у вас установлены в Amazon командной строке. То есть у вас обязательно должна быть установлена командная строка амазоновская. У вас должны быть прописаны по умолчанию в AWS конфиг. То есть, возможно, регион пропишите или по умолчанию регион не будете писать. Это не столь важно. Там иногда будут запрашивать. И, соответственно, credentials. Либо вы root используете, ваш основной аккаунт, либо то, что я рекомендую для любой библиотеки, внешней библиотеки, создавать отдельного пользователя, ему давать доступ и, соответственно, в CLI-панель вашу вписывать credentials именно того пользователя, который вы создали. Сегодня сделаем несколько примеров относительно сервиса S3. Это вот бакеты или ведра их часто называют. Что мы сделаем? Я создал небольшое окружение вот здесь. Да, кстати, Bota 3 работает, начиная от Python 3.6. Python 3.5 там есть. Также поддержка, но она низко. Ну, я думаю, в принципе, это не проблема. На 2021 год в большинстве случаев 3.5 использует выше 3.6 даже Edge девайсы, такие как Malinka и так далее. Вот. Я поставил окружение 3.9 у себя здесь по Charme. Сделал несколько сэмплов. Сейчас мы их разберем. Первый сэмпл. Грузим в библиотеку Bota 3. Bota 3 грузится следующим образом. У нас по документации это PIP install Bota 3, по-моему, и все, да. Да, вот он так и есть. Там есть особые моменты с Command Runtime. То есть нужно будет параметр какой-какую прописать, если будете использовать его. Или, в принципе, по умолчанию поставьте Bota 3, поэкспериментируйте. Документация отличная, Bota 3. В принципе, можно найти довольно много информации по этой библиотеке. И самая главная библиотека, это работает на таких сервисах, как AWS Lambda в самом Амазоне. И, соответственно, вы ее можете проинтегрировать туда же в ваши функции, которые будут работать, крутиться на бессерверных технологиях. Первый пример. Грузим библиотеку Bota 3 в переменную S3. Мы таким образом вызываем ресурс наш S3, помещаем в S3. И дальше нам нужно будет вывести все доступные бакеты по нашим credentials, которые есть у нас прописаны в нашей CLI-панели. Далее, запускаем этот пример и, по сути, получаем вот три бакета, которые есть на аккаунте, которому я дал доступ. Далее, вот, в принципе, так просто это все вызывается. И таким образом вы сможете коммуницировать с вашими сервисами. Далее, следующий пример. Мы возьмем вот один из бакетов, то есть имя бакета, name. Положим туда объект, допустим, файлик данных наших. Это наша кошка. Вот она. И, соответственно, проверим сейчас на бакете, загрузился он или нет. Запускаем пример. Да, можно, я не принял ничего об успехе, но, в принципе, можно будет false или true также возвращать. Так, заходим на наши бакеты. Мы в ESP32 сюда грузили. Заходим в него. И вот наш файлик, который был загружен 9.36. Далее. Так, следующий пример. Это создание бакетов. Нам потребуется знать имя бакета. То есть, есть функция. Я вот набросал здесь небольшую функцию. Нужно будет дать стринг имя бакета и стринг также регион. Регион по умолчанию в документации, если мы не отдаем, то по умолчанию он будет грузиться в, по-моему, Вирджиния, первый регион. Вот, соответственно, берем нашу функцию. Вот наши бакетнейм. Давайте возьмем какой-нибудь придумаем. YouTube sample и бакеты. Да, у нас же все уникальные, поэтому давайте использовать идентификатор аккаунта, который вы используете. Ну и, соответственно, регион. Тоже стринг. Я буду использовать центральный. Вот у меня. Это Frankfurt. Соответственно, запускаем. Идем в наши бакеты. Обновляем. И вот YouTube sample у нас вот здесь уже есть. Вот наш регион. Мы его создали. Далее. Еще один пример. Мы с бакета, который уже создан, вытаскиваем файлик, то есть объект, и даем ему, допустим, новое имя. То есть у нас есть вот такой бакет Greengrass. Я создавал его ранее. И, допустим, вот есть модель. Это TensorFlow'овская TF Lite модель и аннотации к ней. Мы сейчас ее скачаем с этого бакета, то есть зайдет на сервис S3, найдет этот бакет, возьмет этот файлик и поместит файлик в ту директорию, где мы сейчас находимся, откуда запускается скрипт. Вот, пожалуйста, наш model downloaded.zip у нас здесь есть. В целом, вот такой коротенький урок по тому, как можно использовать библиотеку Bota 3 для сервисов Amazon, конкретно вот в нашем случае, который сегодня показал, для сервиса S3. Также можно абсолютно с любыми сервисами коммуницировать. Документация, кроме основной документации, также есть документация на основном сайте Amazon по Bota 3 для Python. И, соответственно, можете поэкспериментировать со всеми сервисами, такими как Amazon Lambda, Amazon Recognition через Key. Вот, таким простым способом вы сможете, в принципе, делать свои функции, их тестировать на своей машине, далее потом переносить, допустим, на лямбда-функции, которые в AWS-е, и, в принципе, сама библиотека в целом неплохая. Я рекомендую. Вот, такой вот коротенький урок получился. Пробуйте, тестируйте. В целом, библиотека неплохая, как и сервисы, у кого есть финансы, и кто хочет сэкономить время, использовать сервисы Amazon в целом стоит. Для того, чтобы быстро прототипировать или быстро подтвердить ту или иную гипотезу. Вот, в целом, вот такой небольшой урок. Всем спасибо. Пока.